Во всех сельхозпредприятиях началась самая жаркая и ответственная пора. Этой весной надо успеть засеять 310 тысяч гектар различных сельхозкультур, половина из которых зерновые. С каждым днём всё больше районов и хозяйств приступают к весенним полевым работам. О том, как идут работы в Батревском районе республики, далее в сюжете. На две недели раньше в этом году вышли в поля аграрии Батревского района. Работы идут в две смены. Дорог каждый погожий день. На сегодняшний момент уже засеяли более 200 гектар. В прошлом году озимые были засеяны на площади 5500 гектар. Правда, половина из них весной оказалась в неудовлетворительном состоянии. Хозяйства готовятся к пересеву озимых яровыми культурами. Если вдруг придётся напересеять, для них у нас семейный материал готов. У нас насчёт этого проблем нет. Для проведения весенних полевых работ тоже. Грючные смазочные материалы, семейный материал, у нас помощи хватает. Вот сегодня где-то в семи хозяйствах у нас идут восеннеполевые работы. На сегодня 70 детей сельхозтехники работают на полях. Мы уверены, надеемся, если и богу-то позволять, в короткие сроки должны посеяться. В числе первых на поля вышли агрария, хозяйство и сток. Работники работают с азартом. Стараются провести сев в срок. Не отстаёт от коллег. Работники зао Батревский. Предприятие в последние годы закупило современную технику. От старых сельхозмашин стараются отказываться. Их ремонт неоправданно дорог. Трактористов поддерживают. Обеспечивают горячим обедом, подняли зарплату. Оттого весь состав механизаторов работает круглый год, а не нанимается на сезонные работы. Надо создавать хорошие условия, хорошую зарплату заставлять. На сегодняшний день даже 2 тысячи, они в день, полтора тысячи, 2 тысячи механизаторов зарабатывают в день. Но зимой тысячи рублей выходят. В Батревском районе, как и по всей республике, год от года увеличиваются посевные площади. Хозяйство обеспечивается всем необходимым. Господдержка сохранилась на уровне прошлого года. А этот чуть более 2,5 миллиардов рублей. Горючее смазочными материалами. Сегодня около 78 процентов обеспеченность. Многие работают с колёс. Завод стоплива продолжается. Сегодня компании предоставляют скидку. И в ближайшие 2-3 месяца подорожания топлива точно не будет. Что касается минеральных удобрений, обеспеченность около 50 процентов в хозяйствах. Но у операторов в республике в целом удобрения есть, запаслись удобрениями. В целом у агрария все карты в руках, чтобы провести весеннюю посевную в оптимальные агротехнические сроки. Галина Титарчук, Александр Магарин, Валерий Резюков. Республика.